всем доброе утро привет всем у нас новый день по плану у нас сегодня тот самый авианосец из предыдущего видео и поедем по районам смотреть жилье какие домики да мы сан-диего напоминаю кто не знает поехали с нами американские горки конечно не так круто как сан-франциско но сейчас было круто только что но прикольно посмотрите вот мы снова возвращаемся на то место где вчера были на залив сейчас будем парковаться так парковка у нас стоит 10 долларов меньше часа больше часа 10 долларов мы подъезжаем к нашему авианосцу говорят до буквально вот недавнего времени это был самый большой в мире авианосец и что-то он вмещает себя я слушала 60 с лишним единиц авиатехники очень красиво пап я боюсь что мы сейчас за него зайдем и он подъявит боюсь да кстати пахнет что он по-настоящему работает а можно позвонить вот сейчас какой минус этого всего что мы должны соблюдать дистанцию мы хотим потормозить посмотреть что-то более подробно внутри самолет сейчас мы туда зайдем мы сейчас зашли вовнутрь целый реально город смотрим сейчас и к сожалению вот эти вот все внутренние деки они все закрыты из-за ковида а вообще в обычной жизни везде можно было гулять и запах здесь стоит так как словно он работает он действительно работает вентиляция же все же должно работать ой конца и крайне видно да не измучился ему нужно полетать полетели на таком и все ты тут двигатель так да не устроены все мотора машина вот это вот большая видишь посередине вал это коленвал вот это вот вот это вверх уходят цилиндр вон видишь что разрезит обалдеть вон наверху где разрезан красный вон там наверху вишь клапан такое подтверждение вот этот клапан открывается тогда подается бензин и когда в самом верху бензин загорается происходит взрыв здесь конечно здорово но я прям расстроена и разочарована потому что посмотрите вот это вот все интерактивные вещи где можно залезть потрогать завести посмотреть здесь вот смотрите как вот кинотеатр имитация да вот и все закрыто так обидно просто вот все закрыто вот все эти смотрите видимо имитации перегрузки все закрыто очень обидно конечно конечно громадный вчера мы здесь фотографировались памятник капитуляции смотрите это торпеда обалдеть внутри там слушай я не думал что они такие сложные прям вот посмотри как эти ракеты ракеты это управление обалдеть это подбиться с корабль чужой не извините я думаю что это палубы 3 наверно вниз высота и и по стиху уходе страшно ну не страшно так тюрьм туда вниз и раньше можно было спуститься сейчас все закрыто вот вот пушки пушки да вот тут гараж где мы находимся полностью это макет да а внизу вон каюты у всех моряков город целый на воде обалдеть пушки обалдеть пушки бомбы хранят посмотрите мы идем на следующую взлетную палубу флайдек я очень расстроена и кирюх очень расстроена и потому что мы думали мы по калютам походим у них на сайте ничего не было написано написано что они открыты и все ну правда когда мы билеты покупали они предупредили что кирилл кирилл тут тоже можно было зайти посидеть пойдем пойдем везде пойдем наверное чтобы если кто-то решить ориентироваться на эту кабину опять чтобы сразу поездку прием а в у как у до 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 1945, but as the airplanes started getting heavier and be jet aircraft, they switched to an angled deck. So Midway was taken out of service in the 1950s for a few years to add the angled deck and it was taken out of service again. Okay, here we are again. That shows the position of those wires, of the lights across the other side of the deck. And this is a light that the pilot has in the cockpit to tell the attitude of the plane as far as approach and attitude. Okay, now I'm going to show you a video of the flight. Look at how he now sits on the ship, Tanya. Look, there's a ship in front of him. Look at him. Oh, my dear mother. Okay, the distance from the stern of the ship to the first wire is 150 feet. Between the first wire and the third wire is 80 feet, so it's like landing on a tennis court. That's how much we're in the back. Okay? Okay, this shows that like a warfer flight getting rid of the land, and it's an indication you can see the LSO platform there, which is back at the back app. So that's what a successful landing looks like from the pilot's point of view. You can tell this is not the midway, because this particular ship had two catapults over here on the angled deck, which midway doesn't have, okay? This picture then shows the pilot landing, the G-forces he goes through, and he gives a thumbs-up sign, okay? That sign is communicating to his maintenance crew on the deck that all is well with the aircraft, and the aircraft is ready to be flown again without any problems, okay? This is a photograph of an F-35, which is a modern jet landing. Tail hooks down, catches a wild wild perfil. I want to show you that one more time. It's kind of interesting to watch what happens with the flaps of the plane as it gets rid of the land, and the flaps are moving constantly as the plane gets closer to the ship. Look, he's got a hit. 3-3. He is a 3-3. He has a 8-80 feet. Oh, well, they are flying for the train. Oh, they are flying for the train. This is the last minute adjustment. They are flying for the train. Смотри, Кирилл, сколько у них тросов защитных третий? Смотри, промахнулся. Опа! Опа! Опа, упал! И он взлетел, опять полетел. Это 5-пassenger полетел. Здесь они риггают баррикады. Они получили баррикады. Все люди будут вылетел от машины. Я думаю, что этот полетел был 180-90мпс. Опа! Вау, поймали, круто. Можно заметить, можно посмотреть. Четыре раза такого было, да? Да, что-то случилось, и он не мог остановиться, и выловили теми штуками. В общем, да, коротко о том, вот Кирилл сейчас перевел нам все хорошо. Вот эти вот тросы, видите, металлические, только здесь как образец. Они ловят, да, Кирилл, правильно говорю? Самолет, когда он приземляется, вот они линии, как это было раньше. Этих тросов сколько? Это не как было раньше. Вот эта вот черная полоска, это как лежал трос, и когда этот самолет приземлялся, он цеплял этот трос, и трос вытягивался, и превышался такой треугольник, и тормозил самолет. То есть, оказывается, они не сами тормозят? Они, когда приземляются, у них полная мощность включена. Вообще полная, они не тормозят в случае, если трос порвется, чтобы они успели обратно взлететь. Видела видео, где самолет упал в воду, и потом снова взлетел? Не упал в воду, а он включил. Потому что у него была полная мощность, и он начал падать, и когда чем ближе ты к земле, тем как бы... Ускоряется, наверное? Да, тем он быстрее как бы оттачивает землю, которая тебя больше вот так вот, воздух, короче. И она, и благодаря этому он взлетел. И там было еще пять пассажиров на борту, я сказал. Ага. То есть, самолет упал, но он не упал, он дальше взлетел. А так они могли бы погибнуть, да? Да, если бы он затормозил. Все работает. То есть, трос, он в любом случае порвался, но благодаря тому, что у него была полная мощность, он взлетел. А про баррикады расскажи. Это в случае экстренном, если, например, не может самолет затормозить, притормозить, как с нужной скоростью зайти на посадку, то натягивает вот такую вот, не помню, сколько метров он сказал, сетку, в которую просто самолет просто врезается и тормозит, по-моему. Четыре раза, да, такое было, он говорил? Я правильно поняла? За его время, за время, что он летал, да. Такое было четыре раза. Саша сказал, что это самолет-разведчик. Такой красавчик. Что там? Ух ты! И стреляют, видимо. Вот отсюда огонь уходит. Хотя бы сохранились вот эти вот расскажи об устройстве. Вот что-то интерактивное, потому что мы еще, когда в Америку приезжали, вот путешествовали, еще когда Дани у нас не было. Мы много были на Канавернале, где нас, и там, конечно, просто нереальная экспозиция, все интерактивное. Очень жаль, что все закрыто, потому что и самим очень было бы интересно посмотреть, реально это все прочувствовать, как внутри, то есть во внутренние палубы не пускают. А здесь реально можно было бы все посмотреть. От приготовления пищи до стирки, как они спят до кают. Слов нет, красота. Там во Вьетнаме тоже участвовали эти вертолеты. Мы недавно фильм смотрели. Кирилл, какой мы фильм смотрели недавно? Как раз про войну во Вьетнаме. Обшивка-то такая, что я из пистолета прощаюсь, чтобы ты попадешь. Смотрите, стреляют. Все забыли. Мы не можем вспомнить, какой мы фильм смотрели, как называется. Какие крупные пули. Такая пуля их разнесет. Она разносит. Даня, смотри, вот они, магазины. А это более мелкие, как у Калашникова размер. Не, они, конечно, у Калашникова меньше. Не, не, не такая. Ну, может чуть-чуть. И отсюда они вылетают? Отсюда вылетают. Ну, видишь, отсюда и отсюда. Одновременно. Ой, а смотрите, кстати, мы видели людей, выходящих с этой лодки. Они все мокрые были. Их покатали. Они все мокрые. Им, по-моему, плащи специальные выдают. Потому что... Услышите, они кричат. По типу американских горок, наверное. Веселуха. Ой, что с ними там делают? Я не знаю, насколько камера передает. Очень хочется поделиться вот этой вот красотой, которую мы видим. И я понимаю, что многое, наверное, непонятно. Но классно. Такой, смотрите, разводы от нее. Залезай, посмотри. Мы еще надеемся поездить? А? Нет, не получится поездить. Наверное, какая-то рабочая. Да? Да. Она не поедет? Нет. Нет? Попробуй, попробуй. Вид Сан-Диего. Вид Сан-Диего с палуби Медвея. Вид Сан-Диего с палуби Медвея. Посмотрим, Даня. Поедем. Даню нужно полетать срочно, поездить. Он нон-стоп. Настоящие и ненастоящие. Если настоящие, то полетели. И не понимает он, что настоящее, а летать нельзя. Смотрите, все с ракетами. Очень красиво. Сразу понимаю, что вот, я вот уже, наверное, повторяюсь, не знаю, что есть какая-то вот еще другая жизнь, мир. У людей ценности другие, совершенно. Техники, десантники. Техники, с такой вот еще. Ну, скорее десантников. Знаете, мне кажется, это какой-то, как его, лечебный. Видите, как носилки. Здесь, наверное, больных перевозили. Это как господель, да? Господель, да. Думаю, как все. Это как десант, он с нормовой, он перевозит. Он ее, видите, сзади выбрасывает в баржадистов. Серьезно? Да. Бедная птичка. Она головой. Они смеются надо мной, потому что я уже несколько раз снимаю. Ну, как дёрово. Опускают. И носилки поднимают. Да, носилки, да, и опускают. Десантник. Тихо. Давайте, в секунду, что у нас тут. Воздухе, надо же так прикрепиться. Воздухе, надо же так прикрепиться. Или пока будет бездно. Нет, от тобой не реально. Поднижний год спускай, наверное, подпускай. Метра 30, наверное. Везде можно заглянуть, потрогать, пощупать, посмотреть, послушать. Но очень жаль, что основная часть, самая интересная, на мой взгляд, для меня, девочки, для детей. Прочувствовать понятие, она закрыта. Близко подошли. Так, без посещения туалетов никуда. Всем привет. Я такая, растрёпанный ветер, потому что на палубе очень сильный. Вот. Вот ничего. Смотрите. Какой у них туалетик небольшой. Это, видимо, из-за ковида. Перегородки сделали. Я думаю, что их раньше не было. Все чистенько и кабинки. Маленькое все такое. Вот. И можно купить то, что нам нужно девушкам, если нужно срочно. Так. Пока-пока. Центр города. Даунтаун. И аэропорт тут же. И порт. Самолет садится. Все, сел. В одном месте сосредоточено вообще все. Центральная часть Сан-Диего. Да, смотрите, переделывают самолеты, ремонтируют, наверное, что-то делают. Видите, части все разложили. Там ядечка сидит, делая. Мы, в общем-то, все посмотрели. Все остальное закрыто. Едем дальше. Смотрите, это, видимо, содержимое в спасательной лодке. Вот так. Красивенько. Ну вот, завершается наша сегодня экскурсия по самому крупному, большому авианосцу в мире. Настя снимает ролик, в котором будет рассказывать про этот авианосец. Так вот все это происходит. Ну вот мы прогулялись по одному из самых крупных авианосцев в мире. Вот сейчас из него сделали музей. Он находится в центре, прям в даунтауне Сан-Диего. Нам очень понравилось. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока.